Друзья мои, всем привет! С вами снова Наталья Новикова. Я рада приветствовать вас на своем канале. Ну что, практически вся петуния мне пришла. Жду я последнюю посылку, где должна прийти мне плющелистная пеларгония и буквально еще два пакетика от компании Биотехника. То есть в основном уже у меня костяк петунии на следующий сезон собран, поэтому в принципе можно начать обзор. Скажу честно, что очень долго думала, как этот ролик лучше записать, как вам все показать. Потому что летом я показывала цветение отдельно семян профессиональных, биотехники и семена фирмы Партнер. Так вот, у меня также в принципе все эти бренды на следующий сезон будут участвовать в посевах, но у нас серии повторяются как у профессиональных семян, так например и у компании Биотехника. И чтобы одно и то же вам не показывать, я решила, что просто буду показывать уже серию и рассказывать, от какого она у меня есть производителя. Ну и начать я хочу с петунии деревьев. Это особый вид петунии, который, конечно же, заслуживает, чтобы о нем поговорили отдельно. Настолько она прекрасна и в этом сезоне справилась со своей задачей на 100%. У разных производителей точно так же название разное. У профессиональных семян это серия Тайдл, у компании Биотехника. Эта петуния идет под названием Торнадо и Тайфун. Росла она у меня в этом сезоне исключительно на клумбах. Я высаживала ее на месте моего старого снесенного дома, где 30 лет земля не перекапывалась, но показывала вам регулярно обзоры, насколько она красиво там смотрится. И надо сказать, что у меня нет забора, то есть живой изгородью служат мои ели, которые сидят вдоль моего участка. И люди, несмотря на это, все равно видели красивую поляну из моих вот этих петуний. Они останавливались, каждый раз спрашивали, что это за интересный такой сорт. Я в следующем сезоне обязательно буду высаживать ее и в вазоны тоже. И в прошлом году у меня были всего две расцветки, если мы берем профессиональные семена. Это Парпл и Сильвер. В этом году я увеличила, купила Ред Велюр, Ход Пинк. С прошлого сезона у меня осталась Торнадо белая, потому что здесь 8 штук в упаковке. Ну и добавила еще Парпл, тоже Торнадо. То есть вот такая вот петуния гигантская будет у меня в этом сезоне. Следующая петуния серии Пандора. Эти семена у меня остались с прошлого года. И в этом сезоне я сделала большую глупость, высадив ее на клумбы рядом с флоксами. То есть кусты флоксов разрослись и, конечно, эту петунию задавили. Плюс к концу уже лета ее изрядно подъели улитки, поэтому внешний вид был никакой. Но вот эта вот расцветка Салмана, она, конечно, просто потрясающая. По-моему, я даже в каком-то из обзоров вам эту красоту показывала. В следующем сезоне я высажу уже в вазоны и можно тогда делать окончательные выводы по тому, как она уже будет смотреться именно в них. Следующая серия петунии Изи Вейв. В прошлом сезоне у меня была всего одна расцветка. Вот такая вот обалденный аромат. Я высаживала ее как на клумбы, так и в вазоны, показывала вам разницу. Но, естественно, я в этом сезоне решила расцветки разнообразить, увеличить. Поздно обратила внимание, что в семенах у Белла была вот такая вот желтая расцветка, но уже в профессиональных семян. Пришлось мне переплатить, заказать у биотехники. Ну, в общем-то, вот такие вот перед вами расцветочки, которые я буду сеять в этом сезоне. Петуния Шок Вейв просто идеальная находка для подвесных кашпо. Не нужно ничего формировать, она сама красиво растет. В прошлом сезоне у меня были семена от компании Биотехника. Здесь уже ничего не осталось. Я вам просто показываю разницу, что есть у биотехники и то же самое есть у профессиональных семян. Единственное, что в этом сезоне я добавила еще белую расцветку. А так, в принципе, все то же самое, что было в прошлом. Очень хорошая серия, всем рекомендую. Еще одна из любимых моих серий – это серия Опера. В прошлом году у меня была всего одна вот такая вот расцветка, но я по достоинству оценила форму куста. Она универсальна, подойдет как для вазонов, так и для подвесных кашпо, и для балконных ящиков. Отлично разрастается. Но, конечно, нужен ей хороший объем грунта. И я увеличила расцветки, то есть у меня белая, и заказала Опера Суприм Парпл. То есть вот такие вот три расцветочки у меня будут моей любимой серии в этом году. Еще одна потрясающая серия – серия Мамми от компании Биотехника. В прошлом году я выращивала ее в подвесных кашпо. На мой взгляд, довольно крупный цветок у этой серии. Я не могу даже его назвать средним. Действительно очень активное пышное цветение. Но и в этом году я решила добавить еще одну расцветку, и еще одна должна мне прийти в посылке, о которой я говорила в начале видео. Но еще также задумываюсь о расцветке Салман. Тоже мне очень нравится. Потрясающая серия, друзья мои. Всем советую Мамми. Следующая любимая петуния серии Сферика – это кустовая петуния. Но при этом она идеально подходит для подвесных кашпо. Она миниатюрная, она компактная. Но при этом она имеет большой диаметр цветка. Вот эта вот расцветка, она еще и очень ароматная. Но и в этом году я решила еще добавить белую. Вот такая красивая белая невеста у меня будет. Так что, друзья мои, тоже всем очень советую данную серию. Петуния серии Рамблин. Я решила дать второй шанс. Я показывала вам в обзорах, что именно эта серия страдала от непогоды. Ее очень активно ели мои слизни. Но так как семена у меня остались, я решила докупить еще другие расцветки. Вот такую вот белую заказала. Ну и вот такая новинка Питч Глоу Рамблина. Она есть и у биотехники, кстати, тоже. Но, естественно, там она идет намного дороже. Буду пробовать высаживать вазоны. Может быть, как-то там она проявит себя немножко по-другому. Ну, а это уже семена, которые у меня остались с прошлого сезона от компании Партнер. Я выбрала наиболее, которые мне пришлись по душе с прошлого сезона. Ну и, конечно, эта серия Бьянка. Это Милани, Фернандо, Лоуренцо. То есть, в принципе, это те, которые, ну, более-менее хоть как-то себя проявили. Поэтому, раз семена остались, то, естественно, я их буду заново сеять и, в принципе, найду им также применение. Вот, ребят, столько всего назаказывала, что сама забыла, что у меня есть. Буквально вот сегодня получила посылку от Беллы. И там вот такая вот еще опера Суприм Лилак. Это новинка. Она у биотехники, кстати, тоже есть. Ну, в общем-то, вот она у меня в профессиональных семенах. То есть, в принципе, у меня оперы расцветок-то и немало в этом сезоне. Далее, Петунья Evening Sensation. Ну, конечно, она полкуется. Нужно ее формировать. Она, конечно, страдает от дождя. Не без этого. Но ее аромат перечеркивает все. Поэтому в этом сезоне я ее снова заказала. Серия Навалари. Уж не знаю, как будет. Посоветовали мне ее. Попробуем. Пиндали нашла как комплимент. Ну, и две вот эти вот серии Саксос и Трилоджи или Трилоджи. Не знаю, как правильно ударение ставить. Тоже буду пробовать. Понравились расцветки. Понравилась, в принципе, форма на картинке. Поэтому будем вместе с вами сеять, смотреть, что из этого получится. Так что вот, друзья мои, вроде все. Конечно, наверное, что-то еще докупится. Обязательно вам покажу. Но думаю, что вот это основное, что будем вместе с вами сеять на следующий сезон. Спасибо, что были со мной. Увидимся, услышимся. И всем пока-пока.